Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой-Эпштейн На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня Елена Привалова-Эпштейн не проведет эту программу Ей пришлось уехать Она обязательно вернется Сегодня программу «Культурная среда» проведу я Меня зовут Артем Липин И сегодня у меня в студии замечательное гостье Директор фонда Германа Брауна Организатор фестивалей концертов Пианистка Инна Давыдова Здравствуйте Добрый день И сегодня мы будем обсуждать сразу две таких важных темы Связанные, собственно, с нашей гостью Это новый концертный зал, который открывается у нас в Тайл-Риге И фестиваль Артиссимо, который пройдет уже в начале октября Вот, и соответственно, может быть, с этого и начнем Про фестиваль, про зал, как вам будет удобнее Вы знаете, я думаю, что, чтобы не путать наших слушателей Мы все-таки слово «фестиваль» уберем Потому что фестиваль Артиссимо – это наше летнее мероприятие Просто мы также назвали и наш концертный зал И то, что у нас там произойдет в начале октября Это будет серия концертов Мы просто не будем назвать фестивалем Чтобы люди не думали, что им придется ехать в большой зал в Дзинтере Для того, чтобы послушать наших музыкантов Дело в том, что действительно Впереди у нас огромное событие, новое И для Риги нетипичное в каком-то смысле И я бы даже сказала эксклюзивное Мы открываем камерный концертный зал В самом сердце старого города На улице Вальню 9 В историческом центре и в историческом доме И начинаем мы 1 октября В Международный день музыки И в течение первой недели С первого по шестое у нас пройдет Шесть разных вечеров Пять из которых будут посвящены музыке А один – поэзии Нет, я бы просто открыл Я хотел спросить про программы этих дней Чем они будут отличаться То есть, конечно, можно зайти на сайт фонда И посмотреть Но, наверное, с вашего узла Было бы еще интереснее послушать На самом деле, наверное, надо Немножко рассказать о том Почему и для чего Потому что концертами мы занимаемся Только официально, имея агентство Мы, то есть я занимаюсь 22-й год А до того, как агентство открылось Я еще лет 10-15 занималась Всем тем, чем я занимаюсь сейчас Может быть, не в таком масштабе И возникает вопрос Почему же тогда после больших залов После концерт На таких явных, известных мест Надо заводить что-то свое Да еще маленькое Зачем? Мне кажется, это серьезный вопрос И я сама иногда себе его задаю Но у меня на него есть ответ И даже не один Во-первых, я очень люблю принимать гостей А когда у тебя в гостях 2000 человек в концертном зале Они, правда, потом говорят Что удается создать такую атмосферу Как будто они один на один Со мной и с нашими музыкантами Но я прекрасно понимаю Что это их сердечность Наших слушателей Это их желание быть вовлеченными В то, что происходит Создают вот эту атмосферу Один на один Но ее реально Реально ее не создать Если у тебя 2000 человек Даже если ты к ним обращаешься Со сцены и говоришь Мой дорогой слушатель Каждый из них понимает Что он единственный Но все равно их очень много А вот когда в зале их 100 И они приходят И ты их встречаешь То они действительно становятся Твоими гостями Реальными гостями То есть они приходят к тебе в гости Они приходят тебе в дом Они приходят в то место Где ты живешь Ты не снимаешь этот зал На 5 часов деятельности Или даже на трое суток Если это фестиваль Ты там обитаешь И вот они приходят В твое обиталище Дело в том, что в том месте Где мы создаем наш концертный зал Мы трудимся каждый день Потому что там находится и наш офис Там находится наше помещение Где 4-5 человек каждый день трудятся Для того, чтобы создавать вот эту красоту Эту прелесть Делиться с рижскими И не только слушателями Нашими открытиями И дарить вот эти неприходящие ценности Всем, кто к нам приходит Это совсем другое Они придут к нам в гости И мы не только предложим им концертную программу Мы еще их угостим После концерта И бокалом вина И вкусными вкусностями Какими-то пирожными Ну после концерта Конечно Потому что если концерт в рабочий день Нам трудно предположить Что все придут заранее Но если люди придут и скажут А можно чашечку кофе? Они ее, конечно, получат Мы даже ее предложим Потому что они пришли к нам в гости А что главное человека? Надо накормить Мы это даже знаем Из народных сказок Ну а уж Все, кто приходят в гости к Давыдовой Куда бы они ни пришли Домой или в музыкальное агентство Всегда первым делом предлагается Отдавайте по чашечке кофе Поэтому Здесь будет вот такая атмосфера Очень красивое помещение Которое находится на пятом этаже Здания Навальню 9 С прекрасным обзором Из огромных окон В югент стиле С красивой лепниной на потолках С паркетными полами И с изумительным роялем Те, кто за нами следит на фейсбуке Читают мои репортажи о том Что сейчас происходит с нашим инструментом Ну вот он уже в таком виде Что завтра мы устраиваем его презентацию После завтра, в пятницу Мы устраиваем его презентацию Это изумительный инструмент Винкельман Который попал ко мне чудесным образом И я надеюсь, что ему в моем доме понравится И мне кажется, я его уже чуть-чуть приручила По крайней мере, когда я на нем играла Он отзывался и откликался Не будем забывать, что такие инструменты Они живые существа Я как музыкант в это свято верю И единственная моя забота Как к тому, что у меня теперь есть рояль Отнесется мое родное пианино Которое стоит у меня дома На котором сейчас я играть буду меньше Но я надеюсь, что я смогу Разделить свое сердце между ними И что касается этого концертного зала То действительно мы надеемся Создать там такую атмосферу Чтобы каждый слушатель Приходящий к нам Чувствовал себя в гостях Не в концертном зале, а в гостях Чтобы он мог Послушав музыку Потом поделиться впечатлениями Со своими друзьями И с нами Кто этот праздник устраивает Чтобы они могли потом После концерта Встретиться с музыкантами Выразить им свое восхищение Недоумение Или задать им вопросы Во всяком случае Это всегда интересно Кроме того Мы не ограничиваем Это общение по времени Если концерт закончится В 8 вечера А люди захотят посидеть В красивых креслах На мягких диванах С чашечкой чая Пообщаться До 10 вечера Пожалуйста До 11 Пожалуйста Это и есть Вот эта неформальная часть Формального концерта Но Я просто сразу признаюсь Как я не профессионал В классической музыке И В таких вот Культурных В организации таких культурных мероприятий Но я же правильно понимаю Что музыка Особенно такая сильная Как классическая музыка Она звучит совсем по-другому В маленьких залах Нежели на большой сцене Как именно это может быть Будет отображаться Вот в этом новом зале И может быть Зрителю надо быть К чему-то готовым Который привык Вот к таким большим звучаниям А здесь в таком камерном Можно сказать Вы знаете На самом деле Есть очень много любителей Камерной музыки Это первое Второе Если зал Хорошей акустикой То он может быть И очень большим И там может проходить И концерт струнного квартета И концерт струнного пианиста Примеры очень близкие Например Я все годы Своей деятельности Приглашаю в Ригу Выдающиеся струнные квартеты Струнный квартет Это самый камерный жанр Потому что там Такие тонкие отношения Между инструментами И сами инструменты Настолько ступтильные Что казалось бы Это звучание Создано для комнаты Большой На 100-150 человек Но Многие квартеты Которые я приглашала В Латвию Играли в большой гильдии То есть в зале С балконом В зале С большой кубатурой И в зале Рассчитанном На почти 700 слушателей Это один пример Второй пример Я в этом году В июне месяце Была в Хельсинки Специально ездила По приглашению Своих музыкальных друзей На концерт Выдающегося Гениального пианиста Григория Соколова Он играл сольный Фортепианный вечер В зале На 1700 мест Зал был полон Зал, скажем так Если очень Примитивно описать Это воронка В виде воронки Он выстроен Такой амфитеатр И он вот сидел Внизу За ним тоже была публика И вокруг него была публика Но большая часть зала Конечно С той стороны Где я сидела И слышно было прекрасно Другой разговор Что вот эта Возможность Поделиться Тем Что ты делаешь В этот момент На рояле Или на скрипке Она Как быстрее Находит Отклик В маленьком зале Хотя У меня у самой Например Есть опыт Игры в разных залах И год назад Во Франции У нас был концерт С замечательной певицей Ириной Долженко В Париже В таком вот салоне Рассчитанном на 100 человек А публика пришла Разная И в основном Неподготовленная И несмотря на то Что первый ряд Слушателей Располагался От нас В трех метрах Мы пели Как в вату Вот первые 20 минут То есть Не было Обратной связи От них Слушателей Не шел Не шел ток Нет Ну просто Они видимо Не знали На что они идут Их пригласили Они думали Может быть Что они пришли На такое Французское Суаре Где они будут Общаться Пить вино Может быть Им сказали Что будет концерт Но они Не рассчитывали Что это будет Что-то серьезное Может быть Они думали Что музыка Будет звучать фоном Я не знаю Может потому Что попались Такие немузыкальные люди Но 20 минут Мы Разговаривая с ними Вот глаза в глаза Нашей музыкой Мы как будто Находились в вакууме То есть Это Не всегда зависит От Размера зала Но Вы правы В том Что люди Которые придут В маленький зал Они Будучи подготовленными А все-таки К нам приходит В основном Подготовленная публика Они будут понимать Что им предстоит Совсем другой уровень Вовлеченности Ощутить На этом концерте Потому что Они будут Вот они В этой музыке Вот он у них На глазах В метре от них Он гримасничает Утирает пот И создает Свои необыкновенные миры Этот пианист Скажем 672 12 93 9 672 13 93 9 Телефон Прямого эфира 2 3 0 6 1 91 Это номер Нашего ватсапа Звоните Пишите У нас в гостях Директор фонда Германа Браунда Организатор Фестивалей и концертов Пианистка Инна Давыдова Мы говорим О новом концертном зале Артисима Который В скором времени Откроется у нас В Риге И раз Заговорили о подготовленности Зрителей Может быть Тогда перейдем К программе Этих концертов Чтобы собственно Наши слушатели Знали на что Они идут Во-первых Сразу оговоримся Что это серия Именно концертов То есть Не обязательно Идти на них Все Выбрать то Что ближе По душе И Один, два, три Кому-то хочется Пойти Первого октября Чтобы быть Вот на этом Официальном открытии То есть Первого октября У нас такое большое открытие Большое открытие Маленького зала И как меня называют Маленькая хозяйка Большого дома Так вот у нас Так будет Большое открытие Маленького зала И на этом открытии Мы конечно устраиваем Гала-концерт Там будут играть Наши друзья Будет играть Творческая молодежь И уже взрослые Яркие музыканты Причем Мне так повезло Что в этот день Уже в Ригу Приедет Великолепная Выдающаяся Скрипачка Элина Букша Чей сольный концерт Можно будет услышать На четырьмя Днями позже Но в концерте Открытие Она тоже будет выступать Там же в концерте Открытие Выступит И изумительная певица Многие ее сейчас Летом слышали В концертном зале Дзинтери В концерте со мной Она исполняла Романсы Рахманинова Это выдающаяся Исполнительница Камерной музыки Яна Иванилова Из Москвы Наш с ней Большой концерт Состоится 2 октября Но Несколько романсов Рахманинова Она споет И вечер 1 октября Также у нас там будут выступать Молодые Невероятно яркие музыканты Играющие на разных инструментах И на скрипке Или на виолончели И пианисты И даже ударники То есть самые разные инструменты Будут представлены И сразу будет понятно Какая в этом зале Акустика И сразу будет понятно Насколько прекрасен Рояль На котором все будут играть Как музыкант Который берет новый инструмент Он пытается на нем сыграть Разного стиля музыки Разного жанра Чтобы понять Какое вообще Что можно играть На этом трензе Что звучит лучше Что хуже Вы также испытаете Разными стилями Мы испытаем Да-да-да Мы испытаем Разными стилями И разными возрастами Мы испытаем Вот этот зал Первого числа Действительно будет Очень-очень будет Яркая программа Просто великолепная И такие неожиданности будут У нас будет Чудесная девочка Она у меня в концертах Еще играла Только в новой филармонии Замечательная Молодая пианистка Она учится В Юрмальской музыкальной школе У великолепного Педагога Яни Самолецкого Зовут ее Александра Павличенко Она будет играть И соло И в дуэте Со своим педагогом Причем Это будет такой сюрприз Все просто ахнут Я уже это знаю Мы с Элиной Букшей Будем исполнять Скорее всего Вальсы Крейслера Мы еще не придумали Но что-то будет Тоже такое Специально салонное Потом я очень надеюсь Что Сможет в концерте Принимать участие Даниил Булаев Наш замечательный Юный скрипач Кстати Он только что получил Все мыслимые призы На очень важном И знаменитом Конкурсе в Германии Получил стипендию Учебную И получил даже Скрипку Не в подарок А в пользование Это вот Есть такая сейчас Система Да Традиция хорошая Давать скрипки Принадлежавшие Или частным лицам Или каким-то фондам Давать в пользование На время Выдающимся музыкантам Вот Элина Букша Например Чей сольный концерт Состоится 4 октября Она играет На одной из Великих скрипок Она играет На скрипке Работы Монтаньяна Ей ее предоставил В пользование На несколько лет Частный бельгийский фонд Поскольку она училась В Королевской академии Бельгии Она сначала играла На скрипке Страдивари Потом Ей сказали Что для нее Страдивари Немножко Субтилен по звуку Она играла На очень такой Мощной скрипке Гварнери А потом Она выбирала Между скрипками И вот ее Монтаньяна На которой она сейчас Играет Это такой же знаменитый Автор Инструментов Как Страдивари Гварнери Вот эта скрипка Ей ближе всего По духу Потому что У скрипки Больше чем Какого-либо Другого инструмента Есть свой характер И очень важно Найти свой инструмент Вот она играет На Монтаньяна А Даник Булаев Только что получил Тоже очень хорошую Скрипку в пользование Вот если он не уедет На гастроли То 1 числа Он тоже примет Участие в нашем концерте То есть будут Очень интересные И неожиданные Сочетания И как всегда Яркая программа Я всегда подбираю Так Складываю концерт Чтобы Каждому Кто придет Было очень-очень интересно И это будет Вот такой особенный праздник 1 октября И потом Состоятся концерты Каждый из которых В своем жанре Ну давайте Мы тогда по ним Вы уже упомянули Некоторые Ну вот 2 октября Это на следующей же Рахманинов И исполнять И исполнять их будут Яна Иванилова И Инна Давыдова И это мы договорились С Яной так Что мы представим Публике то Что как будто бы Хорошо известно Но к сожалению Так редко В хорошем исполнении Можно услышать Вживую Вот в наших широтах Поэтому это будут Романцы Глинки И я помню Чудное мгновение И я здесь И на Изилии И в крови горит Огонь желаний И как сладко С тобой мне быть Что касается Чайковского Это будут То было раннюю весной И серенада И колыбельная День ли царит Ну что касается Рахманинова У нас очень богатый выбор Потому что Она Рахманинова Только что В трех концертах В Московском доме музыки Спела всего Рахманинова Кроме мужских романцев Но я думаю Что это будут И «Не пой красавица при мне» И «Весенние воды» Ну и менее известные Которые просто Невероятно красивые Это «Маргаритки» И это из более поздних романцев И романс «Какое счастье» И даже И даже Особое произведение Рахманинова Написано на прозаический текст Это монолог Фрагмент монолога Из пьесы Чехова Дядя Ваня Мы отдохнем Мы увидим небо В алмазах Изумительная музыка Потрясающе Производит впечатление Мы исполняли это Летом В малом зале Дзинтери Люди были просто в шоке Поэтому я думаю Что второго числа Нас ждут Необыкновенные Музыкальные впечатления И мы посмотрим Как в этом зале Звучит вокальная музыка Потому что Для меня Вокальная камерная музыка Это Моя профессия Это моя специализация Я работаю с певцами И те, кто ходит На наши концерты регулярно Знают, что я Работала и работаю И с Эгилом Силеншем И с Ильиной Гаранчей И с Ириной Долженко И с Татьяной Моногаровой И с Антрой Бигачей И с Рихардом Мочиновским И вот сейчас Начала работать С Яной Иваниловой И мне кажется Что у нашего дуэта Очень хорошие перспективы Мы прекрасно Другого чувствуем Я недавно слушала На радио Запись этого Летнего концерта И мне даже Кое-что понравилось Хотя я сама Для себя Очень строгий критик Вот Ну Значит Дорогие слушатели Вы запоминайте Что вам больше интересно Какая-то такая Подборка Совершенно разных стилей Это тогда 1 октября приходить Если вот Романсы Камерные Это во вторник 2 октября Вторая среда будет уже Среда Мы начинаем Во вторник Первого В этом месяце Позже начинаем Да Это немножко Сентября 30 дней 1 октября Это вторник 2 октября Вот среда А вот в четверг Мы приглашаем всех На джазовый вечер И посмотрим Как у нас Все это пройдет Потому что у меня Есть такая затея Сделать такой цикл Джаз по четвергам И Хотя бы Два раза в месяц Делать джазовые вечера И в этот раз У нас Замечательная певица Кристейна Праулина Просто Замечательная Со своими Музыкантами Это Мадер Калниндж Изумительный Пианист И с ними Еще будет Басист Я попросила Чтобы они Джазовые стандарты Поиграли И попели И что-то Из Паулса Будет такая Смешанная программа То есть Вот я как раз Хотел спросить Это будет джаз Больше такой классический Знаете 30-40-х годов Или уже Ближе к современному Может быть Там какой-то Даже Не знаю 21 века джаз Я думаю Что в основном Это будет Классический Джаз То есть Это для любителей Такого Традиционного Джаза Больше концерт И я вижу Что люди Очень интересуют Именно этот концерт Поэтому я надеюсь Что у нас Все получится Так как мы Планируем Музыканты Изумительные Я ее заметила Еще несколько лет Назад Когда она Пела в концерте С Раймондом Паулсом У него Прекрасный голос Очень мягкий Очень сочный Теплый Такой густой Как мед Такой медовый голос Для джаза Это очень важно Вот именно Окраска Окраска звука Голос Это еще один инструмент Да И вот у нее Это есть И у нее Очень По-моему Очень хорошее Джазовое чутье Вот этого свинга Вот этой свободы Этого Этого раскачивания И поэтому я Размышляя Над тем Кому хочу предложить Первый концерт Джазовый В нашем зале Я остановилась на них А впереди у нас концерты Других джазовых музыкантов В том числе Дениса Пашкевича У которого Которым я очень дружна У которого Масса интересных программ Просто мы вот сейчас Ищем даты Потому что музыканты Конечно все очень заняты То есть Получается так У нас будет Вокальный вечер Потом у нас будет Джазовый А в пятницу У нас будет вечер Скрипичной музыки Где будет Солировать Ирина Букша Вместе со своим Рижским партнером Рудольфом Ванком Она будет играть Соло Это будет Баховская Сюита Потом она будет Играть Сонату Прокофьева А потом она будет Играть знаменитую Цыганку Равеля Роскошную Роскошную Музыку Яркую Виртуозную Очень знаменитую И для всех Это будет Конечно Просто наслаждение Слушать это В таком Прекрасном зале Сейчас нам нужно Прерваться Ненадолго Не переключайтесь После рекламы Мы вернемся Еще раз здравствуйте Мы продолжаем Программу Культурная среда У микрофона Артем Липин Звукорежиссер Евгений Копейн В гостях у нас Инна Давыдова Директор фонда Германа Браунда Организатор фестивалей И концертов И пианистка И вот мы говорим О новом концертном зале Артиссима Который 1 октября Откроется С большим концертом Наши телефоны Прямого эфира 672 12 93 9 672 13 93 9 Звоните И ватсап 2300 6191 Пишите Если вас что-то Интересует Я мы будем очень рады Я с удовольствием Отвечу на вопросы Не оставляйте Эти вопросы До того момента Когда вы придете Ко мне в зал И спросите меня лично Может быть вам хочется Узнать что-то сейчас Прежде чем я перейду К следующим концертам Наверное Наших слушателей Интересует Сколько же это все Будет стоить Это важный вопрос Это важный вопрос Значит сразу скажу Что билеты На первую серию Не дешевые Потому что В эту цену Входит Все И напитки И угощения Да Билеты стоят 25 евро Для некоторых Групп населения У нас скидки Об этом можно Поинтересоваться Написав Или позвонив Нам В фонд Германа Брауна Наш электронный адрес HBF Собачка Поэтому Естественно Сильно цена Меняться не будет Но на какие-то концерты Она будет другая В том числе И на тот концерт Который состоится В воскресенье Это поэтический вечер И мы так рассудили Что поэтический вечер Может стоить иначе Чем музыкальный Но прежде чем Мы дойдем До поэтического вечера 5 октября Суббота У нас Один из моих Первых птенцов Из музыкантов Которым я дружу Уже Больше 20 лет Вестерд Шимкус Оказался в это время В Латвии И согласился По старой дружбе Сыграть концерт В этом новом зале Должна сказать Что я ему рассказала Что будет новый зал Он так обрадовался Стал меня поздравлять Потом так осекся Помолчал И спрашивает Инна А какой там будет инструмент Потому что для пианиста Я это знаю Лучше многих Инструмент Самое главное Потому что Если инструмент Скажем старый Ну Можно купить За небольшие денежки Старый инструмент И на нем Немножко поиграть Но если он Вот такой То Музыкант уровня Вестерда Шимкаса Может на нем Сыграть Ну Может конечно Но он Не будет свободен В выборе Репертуара В этом плане Видимо музыкантам Повезло Что вы тоже Пианистка Знаете Да конечно Но тот инструмент Который мы сейчас Вот Приводим в полный порядок Он будет в таком состоянии Он уже был в таком состоянии А мы еще и доведем До такого состояния Что он 25 лет Еще будет работать Просто Вот под присмотром Регулярной Настройщика Как положено Без всяких ремонтов Без всего Изумительный инструмент Он способен выдержать Мощную игру Большого музыканта Каким и является Шимкус Единственное Мы с ним конечно Обсуждали программу Которая больше подходит Для этого зала Потому что Каждому залу свое И он пообещал мне Что он немножко поиграет Обязательно Скрябина Я очень просила Потому что на том концерте Где он Скрябина играл Я не была Не могла пойти А я знаю Как он играет Скрябина Я помню Он еще в отрочестве Его очень интересно играл По своему И мне очень хотелось бы Саму это послушать Мы воспользовались Служебным положением Абсолютно Причем знаете так Злонамеренно Я бы сказала Да Вот просто взяла И с умыслом Воспользовалась И я этим своим Служебным положением Пользуюсь постоянно Поэтому Те кто ходит к нам На концерты Регулярно видят Что те музыканты Которые играют В моем зале Это мои друзья Это либо мои друзья Либо мои сценические партнеры Либо мои птенцы Ставшие друзьями Как стали друзьями Вестер Шимкус И Элина Букша Которую я в общем считаю Своей дочкой У меня есть только сын Но вот благодаря тому Что я очень много лет назад Познакомилась с Элиной У меня есть и дочка И последний концерт Которым я Именно этой серии Которым я хотела бы Рассказать 6 октября Да Это 6 октября Это Поэтический вечер Замечательной поэтессы Московской Анна Аркатова По Жизни Режанка По судьбе Москвичка Здесь у нее родители Корни Любимые друзья Могилы А в Москве У нее живая жизнь Муж Семья Творчество А родившись Проживя большую часть Жизни в Риге Закончив здесь университет Анна в 90-е годы Переезжает в Москву Поступает В литературный институт Имени Горького Учится у Волгина Замечательного поэта Дружит с Рейном Слушает его семинары Становится самостоятельным поэтом Сейчас у нее в арсенале 5 изданных книг Две из которых получили Вошли в финал Списка «Московский счет» Лауреат премии Максимилиана Волошина За стихи о любви Автор таких Крупных журналов Как Новый мир Красный октябрь Ой, простите Не красный Просто октябрь Извините Дружба народов Пишет колонку Постоянно в журнале Психологи Я так понял Что по ее стихотворениям Спектакли тоже поставлены Да, да, да И также является автором Таких известных И очень важных журналов Интеллектуальных Как «Сноб» и «Медведь» Устраивает потрясающие Такие литературные игрища «Египетские ночи» Я надеюсь, что может быть В этот раз Если она в Риге задержится Мы для своих Тоже такие устроим Это где за 15 минут На заданную тему Ты должен написать рассказ Но не в стихах Потому что стихи Это так, другое А вот именно Прозаический рассказ 15 минут тебе дается Вот что сочинил, то сочинил Придумывается тема Ну вот как в «Египетских ночах» У Пушкина Это очень интересно И потом как бы Друг с другом обмениваются Да И еще по ее поэзии Поставлены спектакли Которые играются На разных площадках В том числе На малой сцене Театра Маяковского Я знаю И я знаю, что они ездили В Питер, в другие города Она участник Литературных фестивалей И мастерских В разных городах И в Риге У нее были уже Творческие вечера Которые часто проходили В стенах фонда Германа Брауна Но это было Как правило Для своих Потому что у нас были Маленькие помещения А теперь мы ей делаем Настоящий Такой серьезный Вечер Мы его назвали Она его назвала Селфи Вот она там будет Рассказывать немножко О себе О своем пути В литературу И читать свои стихи Что она делает блестяще И последняя новость От Анны Аркатовой Что позавчера Стало известно Что ее стихотворение Прошло в финал Очень серьезного Поэтического конкурса Надо было Представить стихотворение Которое в 18-м году Где-то было опубликовано И оно должно Как бы очень полно Выражать Суть самого поэта И она выбрала Стихотворение Которое вот Прошло в финал То есть там уже Совсем тоненький список И тут уже даже не важно Ну да Какую из премий Ты получишь Потому что по всей видимости Какую-то она получит точно Я вам это стихотворение Сейчас прочту Но до этого Я должна еще заметить Чтобы не было У кого-то Может быть Такого шока Анна человек Потрясающего Интеллекта И очень ироничный С огромным чувством юмора При этом она еще Очень красивая женщина Посмотрите фотографии На фейсбуке Стишок такой Выпью кофе утренний Поплюю с балкона Спи ребенок внутренний Спи мой незаконный Розовее, чмокая, уминая титю Нет, придет твой чокнутый Внутренний родитель Словом не попорченный Чист, как белый день Вытянет узорчатый Внутренний ремень Вот такое стихотворение Ну у нее есть, например Такое любовное стихотворение Которое я помню наизусть Попробую сейчас помнить его Мы погасили Мы погасили дальний свет Теперь мы движемся на ощупь И никаких таких примет Чтоб делать это было проще И никакой такой звезды Что падает в момент приватный А только я И только ты И выключатель прикроватный Это отдельные стихи Анны Аркатовой А полностью Последние Как бы ее творческие решения Вы сможете услышать В воскресенье 6 октября В 7 часов В концертном зале Артиссимо По адресу Улица Вальню 9 Должна сказать, что Это историческое здание Построенное более 100 лет тому назад В таком стиле Между югин стилем И Стилем национального возрождения Такое мощное С красивыми окнами С красивыми порталами Над входами Боковой вход С улицы Зиргу Это как раз наша лестница И мне приятно Что мы сейчас в этих помещениях Поскольку В советское время Там находился дом Работников искусств И туда приходили люди Всех творческих профессий Там было на первом этаже кафе Куда после концертов И спектаклей Собирались артисты И актеры И там Продолжали Вечер На втором и третьем этаже Были Маленькие концертные залы Один был на 100 человек Второй был на человек на 60 В свое время Сначала я в этом Малюсеньком играла Меня приглашали Когда я еще была студенткой А потом на втором этаже И это наши многие слушатели помнят Я Несколько лет вела концерты лекции Еще тоже Будучи студенткой Один цикл назывался «С мамой и папой в город Звукоград» Другой назывался «Эпоха в образе слове и звуки» Это были мои первые опыты В сочетании разных видов искусств То есть В том, что я продолжаю и сейчас И говоря о том Что мы с мамой и папой Их ходим в город Звукоград Хочу сказать Что мы эту традицию Тоже продолжаем И не только Концертами в национальной библиотеке В цикле «Новая филармония» Но в этом году Благодаря тому Что у нас есть Новый концертный зал Маленький зал «Артиссимо» Мы будем приглашать туда Самых маленьких Примерно лет с 4-5 до 8 То есть дошкольников и первоклассников С родителями И знакомить их с искусством Мы начнем это По всей видимости с ноября Естественно Мы Повестим наших Мам и пап Об этом И Я очень надеюсь Что это будет еще Какой-то новый поворот В моей Творческой жизни Потому что Этих ребят будет мало Они будут сидеть Около рояля Их человек 30 За ними будет Столько же взрослых И вот для такого Маленького Круга И такой Маленькой Компании Я буду играть Рассказывать Показывать Общаться Приучать их музыке Чтобы они потом Через два года Пришли ко мне На новую филармонию В библиотеку Уже подготовленными Слушателями У нас есть звонок Давайте Свой вопрос Задам позже Наденьте пожалуйста Наушники Чтобы услышать Что нам говорят И Добрый день Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Инна Скажите пожалуйста У вас Всегда были раньше Филармонии Зимние концерты Артисима Они будут продолжаться Это не Артисима Это Винтерфест У нас Конечно будет Я приду Об этом рассказывать Да 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 Конечно Спасибо большое Я просто хочу сказать Для всех наших слушателей Что мы Ничего Ни на что Не меняем Мы просто Пристегиваем Еще один вагончик К нашему Замечательному Музыкальному поезду Поэтому у нас Сохраняются Все наши фестивали И Винтерфест И Аванти И Артисима Большой Вюрмали Мы просто заводим Еще одну серию Концертов Благодаря тому Что у нас Есть маленький Концертный зал Собственный Мы в нем будем делать И концерты Молодежные И концерты Больших музыкантов Мы просто Добавляем Еще один зал Концертов Станет Просто больше А вот я как раз Хотел спросить У вас появился Малый зал Скажем так Артисима И я сейчас Нахожусь на сайте фонда Смотрю Какие концерты Запланированы И вот кроме Вот этих первых Шести концертов Которые мы только что Подробно разобрали Пока ничего В этом зале Не планируется Планируется На самом деле Просто сейчас Идут Корректировки Дат Потому что Так как Мы сейчас Запланировали У нас до конца Этого года Если мы говорим Про девятнадцатый Состоится еще два концерта Джазовой музыки Состоится Я думаю Три концерта Фортепианной музыки Это в Артисима В Артисима В Малом зале Причем это будут Молодые музыканты Простите Хотел сказать Иностранные музыканты То есть не только наши Состоится вечер Фортепианных дуэтов Состоится вечер Саксофонной музыки И я очень надеюсь Что в самом конце года 29 декабря У нас в гостях Будет в этом зале Музы Рубацкиты Замечательная пианистка Которую очень любят Наши слушатели Которая лет пять Уже не была в Риге И когда я ей позвонила И сказала Что я открываю Концертный зал Она сказала Я это поддержу Она приедет Со своим новым скрипачом И будет играть Соло И будет играть В дуэте со скрипкой Я думаю Что это будет Очень-очень Приятный вечер Именно в преддверии Нового года То есть у нас там Будет очень активная жизнь А могут ли Независимые музыканты Или какие-то другие Организации Пользоваться этим залом Спрашивать у вас Может быть Они могут у нас Они могут к нам прийти И если мы совпадем Во мнениях То они могут Приходить в наш зал И приглашать Свою публику И будут платить нам аренду Как любому концертному залу Совпадем во мнениях В том плане Что вы все-таки Ориентируетесь Что этот зал Он будет посвящен Классической Такой инструментальной музыке Ну вы знаете Я просто не думаю Если мне скажут Мы хотим у вас Проводить курсы танго Я по всей видимости Откажу Ну да По каким-то таким Даже техническим причинам Курсы танго Да Но я не знаю Скажем Придет какой-нибудь Начинающий бард Почему нет Пусть приходит Если начинающий бард Если у него есть Своя публика И от меня Ничего не требуется Только предоставить Помещение И у него есть Друзья Которые могут Оплатить этот зал Почему нет Пожалуйста Пусть приходит Я сама люблю бардовую музыку Ну то есть Это музыкально направленный зал Без иногда спеэти Да Но у нас еще есть Один план Одна затея О которой тоже Некоторые наши слушатели знают И зрители И если вы помните Это я сейчас К нашим зрителям обращаюсь Мы несколько лет подряд В Юрмале Летом проводили Такую мини-серию Под названием Артисима Синема В музее Города Юрмалы Это сеансы музыкального кино Ну нам надо еще Чуть-чуть подрасти Чтобы мы могли Приобрести аппаратуру И тогда мы будем Вот эти сеансы Артисима Синема Проводить Круглый год Мы будем делать их В своем Кинозале И представлять Именно сеансы Музыкального кино Для наших слушателей Еще один звонок У нас в студию Добрый день Здравствуйте Добрый день Вот вы про джаз Говорили Я бы хотела Чтобы кто-нибудь Вспомнил В 60-х годах В доме знаний Который сейчас церковь Там были лекции Про джаз Очень интересные Вел их Петр Печерский Вот как-то Пашкевич Говорил, что джаз Начинался чуть ли не с него С самого Еще никто не вспоминает Этого Петра Печерского Очень интересный Был лектор Со своими пластинками Очень вдохновленный Водушевленный Но многие благодаря ему Только узнали про джаз Вот как-нибудь его вспомнил бы кто-нибудь На концерт Вы знаете, к сожалению Я могу только о нем упомянуть Потому что, к сожалению Я выросла Уже без него Я была маленькая Когда Совсем маленькая Когда он читал свои лекции Я их, к сожалению, не слышала Но я знаю Замечательные были лекторы И Печерский И Лимануэлн Красинская В чьих Лекциях о музыке Я принимала участие Как пианистка Ну, меняется поколение Меняется поколение Мы можем Ну, я должна сказать Что только Наверное, благодаря тому Что вот я это сделала По-прежнему так Постоянно Всюду звучит И всем напоминаю Емо И имя Германа Брауна Который умер совсем молодым Ему было только 60 И Человеческая память К сожалению, короткая И если бы Не наше музыкальное агентство О нем сегодня вспоминали Только бы профессионалы Которые с ним были связаны По концертной деятельности Или у него учились Но, может быть, мы там Можем продолжить этот вопрос В плане, что Не планируете ли вы Вот в этом зале Артисима устраивать Тоже какие-то лекции Посвященные разным музыкальным жанрам Я думаю, что мы Будем там устраивать лекции Посвященные не только Музыкальным жанрам А вообще Потому что я человек Очень такой С большими Широкими интересами И всеядный Поэтому У меня есть Некоторые Идеи Что там могло бы быть Еще Интересное Но это дело времени Конечно мы будем Почему нет И с радостью Зал должен жить Полноценной жизнью Он должен работать Он должен функционировать Туда должны приходить люди Они должны знать Что они там могут Получить ответы На свои вопросы Они могут прекрасно Провести вечер Не зря У нас есть слоган Который примерно Так звучит Ваша музыка В центре Старого города Ваша музыка В сердце Старого города Я думаю Это прекрасная фраза Которую можно завершить Наш эфир Напомню У нас в гостях Была директор фонда Германа Браунда Организатор фестивалей Концертов Пианистка И теперь Владелица Или основатель Концертного зала Артиссимо Это была передача Культурная среда В студии был я Артем Липин Звукорежиссер Евгений Копеин Спасибо за ваше внимание И не переключайтесь Продолжение следует...